Мы не несём ответственности за ваши действия. Мы не пропагандируем употребление анаболических стероидов и других фармакологических средств. Данное видео снято в ознакомительных целях. Мы против употребления анаболических стероидов, и наша цель — предупредить вас об этом. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья. Все персонажи, используемые на канале, вымышлены. Блог создан исключительно в развлекательных целях. Видео снято не для просмотра на территории Российской Федерации. Любые совпадения с реальными личностями — случайный. Поведение персонажей в блоге не является мнением автора, а только художественно отображает тот или иной персонаж. Огромное количество запросов от людей с целью «Я хочу, чтобы курсанули мои родители» по той причине, что папа мучается с коленом, там мама с артритами, артрозами, у кого-то даже ревматизм поставлен, можно, нельзя курсить и так далее. Вот сегодня будем об этом говорить. То есть в лечебных целях задача улучшения уровня жизни пожилых пациентов. Возможно, соответственно, конечно, в первую очередь рассматривается применение таких препаратов. Это либо чистый тестостерон, либо нандролон-де-канаат. Вот в этих рамках будем смотреть. И обдумаем, что да как. Заваривайте чаёчек, стругайте огурчики, а мы начинаем. Только качественные витамины и другие добавки на проекте «Волгала» почувствуй силу Одина. Ссылка в описании видео. Итак, дорогие друзья, соответственно, я для зрителей постоянных моего канала, я, конечно, ничего нового не скажу, но я постараюсь это уложить, соответственно, для того обывателя, который, возможно, смотрит не все мои выпуски. Ну, во-первых, чтобы, сразу оговорюсь, вот прямо в начале видео, чтобы до конца понять, можно ли курсить вашим родителям, принесёт это, насколько это будет оправданно или нет, нужно проанализировать те анализы, которые были в выпусках про тестостероны. Соответственно, тестостерон пропионат, цепионат, ну, проще про цепионат, посмотрите, там все анализы есть, да, базовые. Вот, потом, соответственно, нужно проанализировать все те же самые анализы, которые про нандролон-декна. Вот, а мы сейчас дифференцированно поговорим не про них, потому что, ну, понятно, в любом возрасте там нужно андрогены контролировать, не какой-то базис там серьёзнее отнестись, если это мужчина к дегидротестерону и ПСА количеству, тем более, если у него простатит, то есть всё это будет требовать отдельного дифференцированного контроля. Ну, и раз уж я заговорил о простатите, то есть о чём мы говорим, даже просто если у него нет простатита, простатит, скорее, это, может быть, даже в этом случае будет противопоказание, тут надо индивидуально смотреть. Вот, но я бы особо не играл при простатите с анаболическими стероидами, не заигрывался. Но если у него просто несколько повышен ПСА, да, но яркого такого рецидивирующего простатита нет, я бы в первом случае проработал превентивно, соответственно, ну, препаратами в зависимости от анамнеза, в зависимости, что вызвало рост ПСА, это структурные изменения в предстательной железе, или это просто возрастное повышение дегидротестерона у него тогда, да, повысило ПСА, я бы решил эту проблему, прежде чем начинать курс тестостерона. Потом, то, о чём говорил чемпион мира по бодибилдингу, да, вот все, соответственно, умничают в комментариях, но вот опять же, даже человек без медицинского образования понимает, что даже инъекционные стероиды, из-за того, что они разводятся на спиртах, и на специфических маслах, которые специфическим образом воздействуют на организм, это всё равно некая интоксикация, да, вносится в организм. Я об этом уже говорил. И вносится некий процент воспалительного процесса. Ну, вспомните, ну, шишки, наверное, были у каждого от инъекций, да, какие-то чуть-чуть воспалённые или так далее. Но то, что обычный молодой человек до 45 лет, да, особенно группа молодых людей с точки зрения медицины, может переносить вполне нормально, да, и, казалось бы, мелочь, какой-то воспалительный процесс, Сергей Олегович, ну, какой, ну, там чуть-чуть поболела попка. То для пожилого человека, это может обострить его какие-то другие хронические заболевания. Ресурс пожилого человека, ресурс организма гораздо ниже. Поэтому, соответственно, ну, это в общем плане, понимаете, да, ресурс. То есть ресурс, который, вот, там, иммунная система и так далее, который способен бороться с агрессивной окружающей средой. Поэтому на что мы смотрим? На входе на курс ни в коем случае у него не должен быть повышен очень сильно, да, ярко как-то С-реактивный белок. Он не должен быть где-то внизу, но и не должен превышать эфиренсные значения. Если С-реактивный белок повышен только по назначению врача, возможно, использование анаболических стероидов, и то там будет только нандролон-деканаат. Вот с целью как раз снижения С-реактивного белка. Но надо понять, что причина повышения С-реактивного белка – это, допустим, послеоперационные истории, а не что-то другое. То есть надо дифференцировать причину повышения С-реактивного белка. Далее, соответственно, у нас что? Печень. Печень должна быть, ну, по крайней мере, превентивно пролечиваться. И кишечник должен быть тоже подготовлен, да, потому что кишечник – это первичная детоксикационная функция. Мы должны проверить, что у нас в норме эндотоксин, у нас в норме плазмологен, или выпрямить его, это не так долго выравнивать. Вот. Там не должно быть какого-то махрового сибра, потому что все это будет сказываться на функциях печени. Вот. Опять же, тестостерон, мы будем читать в учебном гипотологии, цитата, конкурирует за билирубином заброс, соответственно, в желчный, точнее, со сбросом в желчь. То есть, у нас должна быть, желчный отток должен быть отстроен у пожилого человека, даже для использования инъекционных форм, соответственно, тестостерона. Потому что, ну, вот опять же, ну, вы можете спорить там со мной, да, но вот учебник гипотологии, ну, вот прям я вам процитировал, то есть, ну, не только пероральные формы, они грузят печень. Печень грузит даже сам факт, что вы разгоняете метаболизм, потому что она рассчитана, ну, на другой функционал, да. Поэтому с печенью нужно будет работать на курсе. Это вот то, что такое неочевидное. Ну, самое очевидное – это гипернатриемия. Гипернатриемия у пожилых всегда повыше натрий, как правило, есть гипертония, поэтому этот момент надо просто контролировать, надо сбивать натрий. Вот. Потом гиперкоагуляция, да, пресловутое, соответственно, загустение крови. Прекратите ассоциировать. Вот просто вот прям вот кто это придумал, я не знаю, вот прям башку оторвать. Соответственно, у обывателя одна. Вот гематокрит равно густая кровь. Да, при высокой коагуляции гематокрит повышается, тут никто не спорит. Но ведь не только это вот этот анализ. Потому что общий анализ – это вообще средняя температура по палате. там еще надо, соответственно, догадаться, почему те или иные показатели, где эта конечная точка, только ли, соответственно, повышение гематокрита равно гиперкоагуляции. Не было бы, иначе люди бы не делали кулограмму, да, лучше номером 3 сдавать. Вот, соответственно, не делали бы ее, а только на гематокрит ориентировались. Вот и вся реология крови. Зачем нам тогда кулограмму? Выкиньте ее, сожгите, зачем нам кардиологи, которые нас гоняют, да, их сдавать? Мы сами все знаем, мы сами себе все назначили. Если гематокрит в порядке, значит, реология крови тоже в порядке. Нет, дорогие друзья, это так не работает. Ориентируйтесь на кулограмму. Вот, то есть, соответственно, потом базовые анализы, ТТГ, Т3, Т4, все должно быть в норме. Потом вспоминаем, уже не в одном выпуске я говорю, анаболические стероиды, это то, как на Жигули поставить ракету и заставить ехать очень быстро. И там, я не знаю, и топливо будет быстро заканчиваться, потому что высокая скорость. И эти колеса будут отваливаться и так далее. Тут то же самое. У вас в первую очередь на курсе будут дефициты, выше дефицитные состояния. Поэтому у пожилых Д3, селен, йод в моче, множество других, там тоже медь посмотрите. Нужно посмотреть вообще все, прежде чем пожилого человека сажать на курсе. Резюмирую. Какой вывод? Пожилого человека вести гораздо сложнее, логично, чем молодого человека на курсе. Поэтому, если вы готовы, вы должны понять, что пожилой родитель, которого вы хотите посадить на гормонозаместительную терапию, должен гораздо чаще сдавать анализы. Это, скорее всего, некоторые анализы при наличии, опять же, ну, надо понять, какие у него заболевания, хронические есть. Они там по-любому будут у пожилого человека. Вот. И, соответственно, по хроне он, скорее всего, будет сдавать два раза в месяц. И по своему курсу, какие-то остатки, он будет сдавать раз в месяц. Потом гиперхолестериномия. Вы понимаете, что если у него уже такая выраженная гиперхолестериномия, ее надо будет тоже задавливать. На курсе она станет выше. Отрастет плохой холестерин. Вот. И опять же, ну, если ставить такую задачу, можно задавить, но это все в два раза, да, больше препаратов различных, чередования, наблюдения у врача или какого-то вашего невероятного усердия сидения за книгами, чтобы учесть, сбалансировать весь этот курс. Ну, кому интересно, конечно, мы сейчас будем читать книги. К слову, в советское время описывали именно гормонозаместительную терапию пожилых. Мы это будем разбирать, как это по учебнику, как это правильно делать. А этот выпуск, ну, скорее, затравочка в разных выпусках гормонозаместительная терапия, она как бы будет местами фигурировать в книжках. Вы это увидите, что там-сям это применили с той или иной целью, какие были побочные эффекты там описываются на пациентах и так далее. Это все будет. Просто не сразу, конечно, но, сами понимаете, запросов очень много, про все сразу я не сниму. Вот. Так что вот примерно вот такая ситуация с пожилыми и тестостероном, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я вас всех жду на своих платных онлайн-консультациях. И да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok